Добрый день, уважаемые телезрители! Вашему вниманию ежедневная общественно-политическая и социальная программа «Мезгаль» в студии Жамал Габдулина. Сегодня мы поговорим об основной деятельности корпоративного фонда «Будущее в наших руках», насколько эффективна работа фонда, какую социальную значимость он представляет и в рамках каких государственных программ реализует свои проекты. На эти и другие вопросы нам сегодня ответит директор корпоративного фонда «Будущее в наших руках» Жанат Жакупов. Жанат Еркенович, здравствуйте, приветствуем вас! Здравствуйте! Хотелось бы остановиться подробно на задачах, которые ставит перед собой ваша организация, когда начал свою деятельность корпоративный фонд «Будущее в наших руках». Данному фонду в этом году исполняется 10 лет, то есть он образовался в 2009 году. По инициативе Ассоциации молодежи Молинской области, то есть в 2008 году мы совместно реализовали проект «Управление здравоохранения Молинской области», и проект назывался «Будущее в наших руках». То есть его целью была пропаганда здорового образа жизни. Проект настолько успешно прошел Молинской области, то есть мы охватили порядка 10 районов Молинской области, и мы почувствовали, то есть значимость данного проекта, то есть его нужно дальше продолжать, и решили организовать именно открыть фонд, корпоративный фонд «Будущее в наших руках». Ассоциация молодежи Молинской области является нашими учредителями, и с 2009 года мы работаем в этом направлении. То есть основная деятельность наша, мы работаем в сфере пропаганды здорового образа жизни. Вы уже отметили поддержку госорганов в реализации вашей деятельности. Можно остановиться подробнее в этом вопросе, с кем вы еще тесно сотрудничаете? На протяжении 10 лет мы тесно сотрудничаем с Акиматом Молинской области, с Акиматом города Кокшертау, с управлением здравоохранения Молинской области, с управлением образования, культуры и внутренней политики Молинской области. То есть со всеми учреждениями именно социальной сферы. Активная гражданская позиция – это практически синоним социальной ответственности. Что можете об этом сказать? Как я до этого говорил, то есть основной деятельности изначально корпоративного фонда являлась сфера здравоохранения. Мы уже в этом направлении работаем 10 лет. В нынешнем году решили расширить именно круг своей деятельности, приняли участие в республиканском гранте от Министерства информации и общественного согласия развития Республики Казахстан. Приняли участие в гранте, он называется «Гражданский центр для НПО». Мы выиграли его, то есть этот грант мы будем реализовывать в течение 3 лет в Акиматом Молинской области. Основной целью данного центра является консолидация всего неправительства сектора Акмолинской области. Также, как мы знаем, в Акмолинской области насчитывается более 600 зарегистрированных неправительственных организаций. Из них активно действующих, работающих порядка 50. Оставшиеся неправительственные организации являются именно неактивными. То есть тому причиной очень много факторов. Первый фактор – многие не умеют вести бухгалтерский учет, что немаловажно. Второй момент – это знания законодательства. Третий момент – написание правильно проектов. То есть эти знания, базовые знания, не всегда хватает для того, чтобы дальше вести свою деятельность качественно, правильно. Для того, чтобы оказывать именно информационную поддержку для населения и для тех людей, кто имеет инициативу заниматься общественной деятельностью, наш фонд оказывает всяческую бесплатную услугу и консультацию. Также мы проводим на постоянной основе семинары, обучающие по госзакупу, как участвовать в госзакупках, как вести деятельность с государственными органами. То есть у нас очень много проводится мастер-классов и семинаров в этом направлении. Хотелось бы, чтобы вы подробно остановились на основных направлениях своей работы на госсоцзаказе. Это и проекты по реализации государственной программы «Рухани-Жангру» и взаимодействие с неправительственными организациями. Да, то есть в этом году, с нынешнего года мы, как я до этого говорил, расширяем круг своей деятельности, работаем по проекту «Рухани-Жангру». То есть наша главная задача – донести ценность данной государственной программы. То есть многие недопонимают, что за программа эта, то есть какую ценность она несет населению нашему, нации. Очень много в нашей Акмолинской области сакральных мест. В Европе такие места, они пользуются успехом. То есть есть туризм развит в этом направлении, да, исторический туризм. У нас, к сожалению, данные моменты отстают. В Акмолинской области порядка 800, то есть изведанных, да, сакральных мест, но не все о них знают. И мы планируем в сентябре месяце выехать с группой историков, также молодежи и показать эти места, снять хороший видеоролик и распространить его именно в средних учебных заведениях, для того, чтобы дети знали, какие у нас есть прекрасные места, исторические места нашего региона. Также, как я до этого говорил, с целью консолидации, да, неправительственного сектора, мы планируем сконсолидировать все наши неправительственные секторы, так как очень много у нас НПО по сферам, да, в принципе, там, по здравоохранению, в сфере образования работают, но они все разрозненные, все работают по отдельности. Если мы сможем их всех сконсолидировать, то есть кроме грантов, кроме соцзаказов, есть очень много возможностей для неправительственного сектора в дальнейшем развиваться. На сегодняшний день очень в тренде, да, социальное предпринимательство, то есть неправительственному сектору, да, не запрещается получать прибыль от своей деятельности. Главное, чтобы эта прибыль шла на уставные цели данной организации. Жанат Еркенович, расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, о рамках работы фонда. Как часто они проходят? За один месяц у нас в среднем проходит порядка восьми мероприятий. То есть на этой неделе у нас запланировано три мероприятия. Завтра мы планируем провести бесплатную консультацию врачей по сердечно-сосудистым заболеваниям, профилактика. Послезавтра у нас планируется консультация онкогематолога и педиатра. То есть это ранняя консультация онкозаболеваний среди детей. То есть мы в последнее время очень часто слышим, да, сборы денег происходят, допустим, на лечении того или иного ребенка. То есть с чем это связано? Очень много факторов является, да, которые люди не знают и не предостораживаются. Послезавтра мы планируем провести данное мероприятие с населениями и проинформировать их. 15 числа мы планируем провести турнир, закрытие турниров, шахматно-шахстного турнира среди ветеранов нашего города. То есть наш график вполне плотный. И немаловажный аспект всех НПО и фондов это материальная обеспеченность. Какой финансовой поддержкой вы располагаете? Ну, как я до этого заметил, то есть на сегодняшний день имеется много инструментов в сфере финансовой поддержки. Это гранты, госоцзаказы. Ну и также, чтобы организация работала стабильно, есть третья форма, это социальное предпринимательство. Мы планируем именно данное направление развить в нашей области. Жанат Еркенович, спасибо вам большое за подробную и интересную информацию. Ну а наша программа МЕЗГЛ подходит к завершению. Каждый день мы ищем ответы на самые актуальные вопросы. Не пропустите следующие выпуски на телеканале КУКЩЕ. С вами была Жамал Габдулина. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин